МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнуржаке. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Тимиртаусы разочарованы состоянием своих квартир, ремонт которых производился по государственной программе модернизации ЖКХ. Разбросанные всюду бытовые отходы и беспорядок беспокоят жители улицы Строителей. В Казахстане запретили трансляцию рекламы других стран на зарубежных каналах. А это значит, что ретрансляция иностранных каналов может и вовсе прекратиться. Тимиртаусы разочарованы состоянием своих квартир, ремонт которых производился по государственной программе модернизации ЖКХ. Недовольными оказались многие жильцы по проспекту республики. Со слов жильцов, отремонтированный дом не соответствует всем требованиям, согласно договору. В сюжете нашего корреспондента более подробно. Алена Погуляева по сей день не может заселиться в свою квартиру. Так как с весны крыша течет. Результаты проделаны на работы подрядчиками и не дали положительного результата, чего не ожидали жители дома. С нашей квартиры мы должны оплатить 500 тысяч. Там с каким-то копеечками, но это уже точно не помню. Но вот в 500 тысяч я вот буквально была в КСК, они квитанции дают. Я говорю, мы не будем брать, мы не оплачиваем, потому что у нас не произведен толком ремонт. У нас льется на голову и там была сумма в 500 с чем-то. И плюс на нас идет уже пеня за то, что мы не платим. Пеня уже плюс 11 тысяч. По программе модернизации жители улицы Республики только в прошлом году сделали ремонт в своих квартирах. Но спустя год все пошло на смарку. Жители говорят, что старая крыша была лучше новой. Потрачено было много средств, а результата никакого, что и настораживает людей. Но по окончанию работ, то есть это было сентябрь-октябрь месяц 2014 года, по окончанию работ жильцами была просьба к инициативной группе, чтобы акт выполненных работ подписывался совместно с нами, при обходе с жителями, совместно с инициативной группой. Этого не было сделано. То есть акт выполненных работ был подписан с инициативной группой самостоятельно. В Акимате, согласно договору, около 50 семей ежемесячно платят по 5 тысяч тенге. Местные власти все жалобы и претензии жильцов перекидывают на подрядчиков. Также на данный момент открыта проверка ГАСК, то есть угол управления госархитектурно-остроительного контроля в Коминской области. И вот в ноябре месяце будет проводиться внеплановая проверка. Между тем жители решительно настроены идти до конца. Даже собрались написать заявление против местных властей и компаний-подрядчиков. Люди отказываются оплачивать некачественный ремонт, но по оформленным кредитам растут проценты. Люди ждут и надеются, что эту тупиковую ситуацию городские власти смогут разрешить. Гульза Ацахова, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. В проблемах с мусором можно закопаться. В жилом доме по улице Строителей третьи сутки его не вывозят. Жители уверяют, что оплачивают коммунальные услуги вовремя. Однако разбросанные всюду бытовые отходы и беспорядок никто не контролирует. В ситуации разбиралась Гульза Ацахова. Где? Когда? Где? Вы сорвали? Кто сорвал? Да, смотри-ка, через где повесил. Мудрый, блин. У жителей по улице Строителей на протяжении трех дней не вывозили мусор. Со слов жильцов, во дворе убрали даже контейнеры. Теперь приходится разбрасывать бытовой мусор где и как попало, что создает на территории обычную свалку. Какая будет антисанитария, если люди откажутся носить на ту площадку в 31 дом, что у нас вообще будет твориться во дворе. Двор, как видите, очень большой, поэтому я не знаю, где будут играть наши дети, потому что здесь будут сплошные мусорные кучи. По словам жителей, такая проблема у них впервые. Ведь эти дома построили в 70-е годы. До этого времени никто и никогда не отказывался вывозить бытовой мусор. И вдруг на площадках создается такая антисанитария. Эта площадка сдана с 1972 года. И дом находится с 1972 года эксплуатации. И этого дома не было. Это только в 1986 году сдан, 31 дом. А сейчас вот этот новый мастер пришел, дал распоряжение, чтобы перенести вот эти площадки, то есть контейнера, поставить туда и носить мусор туда. Если не будете носить, вывозить не буду. Она категорически отказалась. Жители пытались решить проблему на протяжении недели, но звонки были безрезультатны. А мастер по вывозу мусора, которого они ждали все эти дни, появился только после приезда съемочной группы. Сейчас я вынуждена была пойти на такие крайние меры, чтобы вас пригласить, чтобы общественный резонанс поднять, чтобы все вместе решить эту проблему. Я не отказываюсь вывозить мусор. Больше того, сейчас вот говорят, вот что вы это нам не вывозите. Мы вывозим. Мы вообще в тариф входит только вывоз бытового мусора. Но мы не отказываемся. Мы вывозим и строительный мусор, и ветки, и смет. Мы все вывозим. И люди прекрасно это знают. Хотя в тариф это не входит. Поэтому два момента. Убрать вот эту парковку, срезать деревья. Деревья сейчас вот Акимат уже озадачил, ремиксер. Буквально, ну если не сегодня, то завтра. Завтра начнут обрезку деревьев. Надежда Николаевна уверяет, что ситуация поправима. Для этого надо разрешить проблему с благоустройством жилого комплекса. Убрать парковку и срезать ветки разросшихся деревьев. Сылаясь, что это прямая обязанность Акимата. Гульза Цахова Аймамрина, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Из прошлого в будущее. Известному композитору Кюйши, научному деятелю Таттимбету Казангапулу, в этом году исполнилось 200 лет. Кюй великого деятеля охватили все города и области Казахстана. Вот и до нашего города дошли мелодии Таттимбета. В честь юбилейной даты в Караганде состоится республиканский фестиваль Ширпеги. Личность, вошедшая в историю казахских степей, Таттимбет Казангапулы, родился в 1815 году. Все детство великий Кюйши провел на прекрасных землях благородного края Каркаролинск. Выдающийся Кюйши – композитор казахского народа, один из великих классиков дамбровой музыки 19 века и исполнитель кюев. Таттимбет является основоположником стиля Ширпей и настоящим виртуозом дамбры. Таттимбет – это уникальное явление мировой музыки. Глубина музыкального философии, вирические оттенки, которые поражают всех, кто его слушает. И огромное мастерство исполнения Кюйши – это клад человечества, это клад казахского народа, этой страны великий степень. В Кюях можно разглядеть великую философскую мудрость казахского народа, красоты земли Казахстана. Произведения великого надолго остаются в памяти телеслушателя, пробуждая чувство патриотизма и гордость за родные края. В честь знатной даты в Караганде проводится республиканский фестиваль, посвященный творчеству великого Таттимбета. Участвуют в праздновании известные исполнители исконного Шартпе-Кюя, а также жители Казахстана разных национальностей, исполняющие Кюю и Таттимбета. Фестиваль состоится 24 ноября в стенах театра имени Станиславского. Услышать произведения великого приедут и известные культурные деятели со всей республики. В праздновании 200-летия идет сейчас подготовка. На днях мы скоро уже начнем шестой республиканский конкурс имени Таттимбета. По трем номинациям Дамра, Ковос, Клховос. Участвует очень много участников по всей республике. Но празднование 200-летия мы уже начали не только сейчас начинаем, а мы уже начали с начала года. И прошли концерты и в регионах, и в нашей области. Таттимбет получил популярность не только на территории казахских степей, но и далеко за ее пределами. В Караганде свято чтят память о великом Кюйши. Ведь именно земли Сырой Арки подали великому Кюйши лучшие моменты жизни. А сердце Замбаева, Лжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal. Galvin, Херкюль. Galvin. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. К другим новостям. В Казахстане запретили трансляцию рекламы других стран на зарубежных каналах. А это значит, что ретрансляция иностранных каналов может прекратиться вообще. Закон о телерадиовещании уже подписан президентом республики и с 1 января 2016 года вступит в силу. С чем связаны такие изменения и каковы последствия? Ассоциации предпринимателей совместно с операторами связи телерадиовещания попытались в этом разобраться. Эти изменения в законе были приняты без какого-либо обсуждения с операторами телерадиовещания. Если раньше была запрещена реклама, не соответствующая требованиям законодательства, то теперь запрещена любая реклама на иностранных каналах. Понятно, что законодатель преследовал, принимая эту поправку, какие-то свои цели. Но другое дело, к чему эта поправка приведет на практике. Пока мнение отрасли таково, что последствия будут самые негативные. Проблема касается всей страны, каждого из нас, кто является телезрителем. Что делать операторам вещания? Нужно либо отказаться от ретрансляции иностранных каналов, либо вырезать рекламу. Но это получается очень накладно. Техническое оборудование стоит от 1 до 1,5 миллиона тенге за каждый канал. В среднем расход составит до 60 миллионов тенге. Однако даже с такими затратами проблема решится не полностью. Согласно закону, реклама – это любые анонсы художественных фильмов. Бегущая строка, реклама на одежде актеров, слова ведущих и многое другое. Технических средств для автоматического удаления такой информации нет. К обсуждению этого вопроса подключились операторы радиовещания из пяти регионов страны. И операторы с 1 января, автоматически начинающие нарушать законодательство, находятся под угрозой просто решения лицензии. И таким образом у нас будет, собственно, эта отрасль убита. И люди вынуждены будут перейти в нерегулируемые, неконтролируемые другие сферы, как интернет, который сегодня уже, собственно, завоевывает все информационное пространство Казахстана. Ну вот, примерно ситуация таким образом не видится. Изменения в законодательстве могут сказаться на конкурентоспособности казахстанских операторов и сужении информационного пространства для зрителей. Лариса Хусейнова, Исламбек Успан, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. В областном историко-краеведческом музее состоялось открытие передвижной выставки «Немцы Казахстана». Событие приурочено к юбилейным мероприятиям 20-летия Ассамблеи народа Казахстана. Открытие прошло накануне. Передвижная выставка создана по инициативе Ассоциации общественных объединений «Немцев Казахстана. Возрождение». Немаловажную поддержку также оказало посольство Федеративной Республики Германии в Астане. Здесь были представлены истории немцев Казахстана, начиная с 19 века, в 15 частях с иллюстрациями, историческими документами и разъяснениями. Передвижная выставка уже побывала в таких городах, как Астана, Алматы, Семей и Павлодар. В Караганде она продлится до 27 ноября, без перерывов и выходных. «Землякам немцев, которые проживают в Казахстане, помочь вернуться к своим истокам и вернуть к истории своего народа, вернуть к истории своей семьи, народной, этнической семьи. И потом вторая цель была такая, это общественности наших городов, наших областей, показать, кто такие немцы, как они здесь жили, как они сюда приехали, какой они внесли вклад, как они жили совместно с другими национальными группами на территории Казахстана в одной семье». Карагандинских медиков обучают инновационным методам ухода за недоношенными новорожденными. Мастер-класс проводят врачи из Италии и Испании. Фильтрация не до конца сформированных легких, восстановление зрения и подключение младенцев к различным аппаратам. Все это происходило в реальном времени. Роль малышей, нуждающихся в медицинской помощи, исполняли куклы. Выхаживание недоношенных детей – очень сложный и кропотливый процесс, признают врачи. В этой работе важны все мелочи, начиная от температурного режима, влажности, до вскармливания и проведения интенсивной терапии. Ведь ежегодно в результате преждевременных родов недоношенными появляются на свет 5-10% детей от общего числа. Карагандинская область – не исключение. «По статистике, допустим, если где-то в среднем рождается около 80% недоношенных детей, у нас по области этот процент чуть-чуть выше. А те дети, которые нуждаются в реанимационных мероприятиях, в таких именно интенсивных мероприятиях, их около 1%. Зарубежные врачи показывали и рассказывали обо всех нюансах работы на новых аппаратах. С их слов, уровень смертности среди недоношенных детей намного выше, чем среди нормально рожденных младенцев. Первые минуты жизни важно качество при оказании помощи и мобильность. Медики Карагандинской области задавали интересующие их вопросы. «Знания, которые мы получаем, конечно, они нацелены прежде всего на то, чтобы это внедрить. И конечным итогом мы своей целью имеем снижение младенческой смертности. И мы очень надеемся, что это нам поможет в нашей практической работе, в том числе и по снижению младенческой смертности». Мастер-класс такого уровня проводится в областной детской больнице не впервые. Совсем недавно они обменивались с зарубежными гостями опытом в педиатрии. Теперь это станет доброй традицией, делятся руководства клиники. Аймам Ренежа Сулама Кулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. На создание серийного фильма «Казах-Еле» государством было выделено 1 миллиард 250 тысяч тенге. Но этих денег катастрофически не хватает творческой группе. Однако находчивые продюсеры не растерялись и применили метод краудфандинга, о котором расскажет Диана Рамазанова. Проще говоря, добровольные спонсоры, которые в случае киностудии «Казах-фильм» перечисляют деньги для съемок исторического фильма «Казах-Еле». Народные спонсоры не останутся без награды. Их имена и фамилии окажутся в титрах исторической картины, но в режиссерской версии, которая выйдет после премьеры многосерийного фильма. Мы верим, что это кино будет хорошим, качественным. И поэтому мы всячески поддерживаем этот проект и пытаемся сейчас вовлечь весь народ, чтобы этот проект был поистине народным. Уже сейчас цифра собранной суммы составляет 101 миллион тенге. Из них 100 миллионов уже отправлено на создание фильма. При этом только 600 тысяч внес молодой человек, который предпочел остаться анонимом. Внести свой вклад можно посредством СМС-сообщения, Киви-кошельком, либо перевести деньги с карты на банковский счет. Я присоединилась к числу добровольцев и отправила 200 тенге в поддержку казахстанского кинематографа. В скором времени в титрах нового исторического фильма я смогу увидеть и свою фамилию. Диана Рамазанова, Жасулан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Курение – самая распространенная и опасная зависимость. Сегодня во всем мире отмечается День борьбы с курением. В Карагандинском машиностроительном колледже прошло награждение победителя регионального конкурса «Брось курить и победи». Житель Караганды с 22-летним стажем курения смог победить эту зависимость. Лариса Хусаинова с подробностями. Виктор Скороходов пристрастился к сигаретам в 22 года. Тогда эту погубную привычку ему навязали коллеги. В день уходила пачка сигарет. Со временем это отразилось на здоровье. Виктор решил – нужно бросать. Я курю уже 22 года. Бросить решил. Ну, уже как стаж большой. Ну, уже по состоянию здоровья. Уже чувствуешь себя не так. Ну, у меня мечта уже давно была бросить курить. Ну, и больше месяца назад как-то пришел в поликлинику к себе с супругой на прием. И тут Татьяна Викторовна встретилась. Была у них акция так тоже. Ну, и мы зашли, консультацию послушал. И после этого она мне как-то дала поддержку, внушение. И после этого я неделю где-то еще начал сбрасывать сигареты, сигареты. В течение 10 дней еще покурил. И вот сейчас же потом решил в один день – все. Не буду курить и все. Ежегодно из-за злоупотребления сигаретами умирает около 6 миллионов человек. Каждый год в 3-й четверг ноября во всем мире отмечается День борьбы с курением. Цель глобальной акции – привлечь внимание общества к проблеме. Участники регионального конкурса «Брось курить и победи» были под наблюдением врачей и психологов. Как психолог я с ними работала, то есть это были встречи, это были определенные рекомендации, назначения, наркологи делали назначения, если требовалось медикаментозное. Это была психологическая коррекция, поддерживающая, то есть по телефонным звонкам отзванивались, то есть полностью назначался режим питания правильный. Результаты акции показали – бросить курить смогли не все. Однако, несмотря на это, организаторы намерены продолжать свою работу. С их слов, такой конкурс будет проводиться ежегодно. Лариса Хусейнова, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Участковый полицейский из Осакаровки стал чемпионом мира по самбо. Биемет Канжанов завоевывает этот ситул в третий раз. Уроженец шведского района Самби занимается спортом с 10 лет. Сегодня победителя, вернувшегося из Марокко, встречали в аэропорту. Подробности у Аймамрины. Встреча чемпиона Биембета Канжанова прошла в радостной обстановке. Его в аэропорту ждали родственники, близкие спортсмены, коллеги и маленькие фанаты. Они держали в руках флажки и транспаранты. Коллеги в знак уважения подарили победителю телевизор. Чемпионат мира состоялся в городе Касабланка, в Марокко. В нем приняли участие спортсмены из 80 стран. Биембет выступал в весовой категории 52 килограммов. В финальном поединке он встретился с борцом из Армении. Со слов чемпиона, одержать победу ему помогла усиленная тренировка и вера мамы. «Самая лучшая награда для меня – это теплые слова моей матери. Спасибо в первую очередь ей и моим тренерам. Это не только моя победа, это победа всей Карагандинской области». «В 16 лет работаем с юношей чемпионом стола, чемпионом мира по молодежке. Вот теперь по-взрослому чемпиону мира. Мы это сколько лет работаем. Это наш труд, наш пот Биембета, который мы на ковре работаем, изучаем соперников». Мать чемпиона Бакиза Канжанова воспитала восьмерых детей. 74-летняя мать-героиня с гордостью рассказала о своем сыне. С ее слов, Биембет не только хороший спортсмен, но и отважный сотрудник полиции. Сейчас он работает участковым в Асагаровском районе. «На счету Биембета немало побед. Он с детства рос особенным мальчиком. Я горжусь им. Его уважают не только как спортсмена, но и как отличного работника. К тому же он учится в магистратуре. Спасибо всем за такую теплую встречу». Следующая цель чемпиона – Кубок мира на призы президента Белоруссии, который состоится в феврале в Минске. А имам Ринал Улжас Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. О новостях на сегодня все. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649 Аман Саугустер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова